Сколько стоит земля во Флориде под застройку? Что на ней можно построить? За сколько продать? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим в рамках нашей постоянной темы инвестиционной недвижимости в США. Почему мы говорим именно о земле во Флориде, а не, например, в том же Иллинойсе? Потому что при той же стоимости земли, здесь они как раз не будут сильно отличаться, но стоимость готового строения во Флориде будет значительно выше, и продать его можно значительно дороже, чем в Иллинойсе. Поэтому мы сфокусировались на регионе, где есть относительно недорогая недвижимость. Это регион вокруг города Тампы, город Порт-Шарлот, рядом с Мексиканским заливом, где земля еще стоит относительно недорого. Город активно застраивается, и, соответственно, инвестиционный потенциал у этой земли достаточно высокий. Сколько стоит здесь участок земли? Стандартный участок земли 0,23 акра, по-нашему это 930 квадратных метров или 9 соток, стоит здесь от 15 до 20 тысяч долларов. От океана это примерно 10-15 минут езды. В непосредственной близости от океана или же с видом на каналы, которых здесь много, земля уже будет стоить 40-50 тысяч и выше. Итак, ну мы говорим про бюджетную землю. Что на них есть? На них есть все или частично коммуникации, которые проведены городом. Это свет, вода, канализация. В некоторых нет септиков, их нужно либо устанавливать самим, либо подождать, когда это сделает город. Вот это можно посмотреть по планам города. Итак, значит, что можно построить на этом участке земли? На этом участке земли можно построить односемейный дом. Если вы возьмете спаренные участки, то, соответственно, можно поставить дуплекс. Но в городе есть ограничения по застройке. То есть минимальный размер дома, который вы на нем можете поставить, это 1500 скверфитов. Это примерно 140 квадратных метров. Город стремится сделать из этого места такое довольно респектабельное, туристическое, либо место для проживания, но довольно с такой претензией. Поэтому не допускает установки мобильных домов, каких-нибудь там самодельных конструкций и так далее. То есть проще всего после покупки участка вам взять один из готовых проектов, которые предлагаются в этом регионе, которые уже, соответственно, согласованы. Да, вы можете предложить свой проект, но на это уйдет, соответственно, больше времени и дополнительные деньги. До 10 тысяч долларов придется потратить для того, чтобы согласовать свой проект. Поэтому предлагаем, опять же, для простоты и дешевизны рассмотреть вот готовые проекты. Например, вот этот. Стоимость такого строительства, такого дома, если вы его строите не сами, а нанимаете контрактора, составит около 150 тысяч долларов под ключ. Понятно, что надо всегда закладывать дополнительные плюс-минус 10%. Хотя, если вы строите сами, то у вас это выйдет дешевле, это может ограничиться и 100 тысячами долларов. Но надо понимать, что некоторые работы лицензированы, и вам все равно придется привлекать компании, которые, даже если вы что-то сделали сами, будут это визировать и проверять. Ну, как, кстати, и весь процесс строительства будет регулярно проверяться, соответственно, надзорными органами. Не могу сказать, то есть эта проверка не является какой-то там сверхсложной, но она может затянуть, скажем так, этот процесс и проходить не так вот ровно в те сроки, которые вы там изначально оговаривали. Надо быть готовым, что любая стройка, как сказать, не всегда укладывается, точнее, чаще всего не укладывается в те сроки, которые вы вот себе наметили на бумаге. Итак, сколько будет стоить такой дом? Во-первых, как он будет выглядеть? Ну, вот он будет выглядеть примерно так, хотя это и другой проект. Но, тем не менее, показываю, вот так вот выглядит готовый дом после его постройки. И, соответственно, он может сдаваться как в аренду на короткий или долгий срок. Еще одним плюсом этого региона является отсутствие каких-либо ограничений по сдаче в аренду. И это, в общем, хорошо. Стоимость аренды на долгий срок здесь составляет там 2 300-2 500 долларов в месяц. Краткосрочная аренда, считайте, около 4 тысяч долларов в месяц. Вот. Либо просто быть проданным. Для этого мы сейчас посмотрим, за сколько продаются дома в этом регионе, и за сколько были проданы дома в этом регионе, таких же вот типовых проектов. Вообще, средняя цена в регионе это 300 тысяч долларов такого дома. Также вы можете купить спаренный участок, смежный. Например, смежные два участка и поставить там дуплекс. Стоимость строительства дуплекса составит около 250 тысяч долларов. Но его продажная цена, соответственно, уже будет от 400 тысяч долларов. А сдаваться он может по отдельности, по такой же цене, как, соответственно, и односемейный один дом. То есть около двух с половиной тысяч за одну часть. Еще одной формой продажи земли это может быть рассрочка. То есть есть такие инвест-компании, которые покупают землю с тем, чтобы ее перепродавать дальше, но в рассрочку. То же самое я рассказывала про мобильные дома. Если не смотрели, посмотрите этот сюжет, потому что в них тоже есть такая же форма. То есть купить, условно, мобильный дом за 20 тысяч, а потом его продавать в рассрочку за 40. И то же самое есть и с землей. То есть да, вы покупаете, например, землю за 15 тысяч и выставляете ее вот на этом сайте или на другом похожем. Такие есть несколько. Соответственно, и там вы ее продаете по, там, не знаю, с условной рассрочкой 300 долларов, 400 долларов в месяц. Но зарабатываете на разницу в цене. Налоги. Налог на землю, как и на другую недвижимость США, составляет примерно 2% от его стоимости. То есть, соответственно, налог на данный участок составляет, мы видим, 400, 300, 400 долларов в год. Ну, еще один самый простой вариант инвестирования в землю, это холтинг. То есть, по сути, покупка земли и просто ее удержание до того момента, пока она подорожает естественным путем. Ну, а статистику, соответственно, по последним двум годам вы также можете посмотреть по Зиллу. Посмотреть, насколько она дорожает ежегодно в разделе «Проданная», «Солт» и выбрать там «Лотс». Ну, и, соответственно, оценить, что предпочтительнее будет вам. То есть, строить ли на ней или просто придержать до того, как цена поднимется естественным путем. В комментарии под роликом я оставлю ссылку на наш телеграмм и даже на конкретный участок, который прямо сейчас продается. Точнее, их два. И, соответственно, вы можете посмотреть по нем всю информацию. Ну, и задать мне дополнительные вопросы в комментариях или в личных сообщениях, так как контакты также есть в описании под видео. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики, в том числе по покупке недвижимости в рассрочку с готовым ипотечным кредитом с Автоделл. Ну, и другим обзором недвижимости в Штатах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!